И снова здравствуйте, это Укрлаф ТВ, и мы с радостью продолжаем наш предновогодний марафон. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма» и спонсор канала «Торговая марка Гейтман». А у нас в студии известный украинский журналист Сергей Лямец. Я хочу напомнить, что он секретарь Национального союза журналистов Украины, и это тоже приятно. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Спасибо за приглашение. Сергей, мы очень рады вас видеть в нашей студии. И, знаете, вот жизнь в предновогоднем марафоне упрощается значительно для ведущего и значительно усложняется для гостя, потому что вопрос для всех приблизительно один и тот же. Как мы будем жить в следующем 2022 году? Что, с вашей точки зрения, будет главным? Неважно, в политической жизни, в социальной, в культурной, я не знаю, в медийной, в экономической. Вот на ваш выбор. А я потом, по ходу, уже буду подбрасывать вопросы. Я бы разделил возможный ответ. Понятно, никто точно не знает будущего. Даже если мы создадим Министерство будущего, оно не будет знать будущее. Оно попытается притянуть, экстраполировать то, что было раньше, и вот эти тренды натянуть на будущее. И это действительно всегда примерно треть всего дела — это предыдущие тренды, которые продолжают действовать. Еще треть — это некие новые события, вот как вроде коронавирус или какие-то стихийные бедствия, катастрофы, не дай бог, и вот все. Или, наоборот, новые технологические открытия. То есть то, что происходит, то, чего невозможно предсказать на основе прошлого. Это второе. Ну и третье я бы назвал, знаете, так, как это называется, религиозные люди говорят «воля свыше». Вот воля свыше никуда не попрешь. Таким образом, тренды прошлого всегда остаются в меньшинстве, потому что они, по сути, сформируют условно одну треть картины. Поэтому всегда, вы знаете, есть место для мечтателей и для тех, кто смотрит в будущее с неизменным оптимизмом. Потому что что бы ни происходило в прошлом, а в прошлом мы преимущественно по складу ума недовольны, потому что склонны фиксироваться на негативе. Но что бы ни происходило в прошлом, все равно каждый следующий момент он дает шанс на то, что мы все-таки будем двигаться вверх, в сторону позитива. Вот я бы вот так подошел к вопросу. То есть мы помечтаем о 2022 году? Вы помечтаете? Давайте, мы можем попробовать проанализировать кратко вот то, что было, наследие, с которым Украина вошла. Потом мы можем помечтать. И третье, мы можем поблагодарить жизнь за то, что она всегда дает нам, знаете, элементы неожиданности. Приятный, отличный. Я бы начал вот действительно с благодарности, чтобы мы прошли этот момент и дальше шли с чистым сердцем. Благодарность заключается в том, что вот удивительно происходит. У каждого человека в жизни, казалось бы, очень много потрясений. И постоянно, знаете, испытания. То что-нибудь там с работой, то с личной жизнью, то с семьей, то с доходами, то еще что-то. Но, тем не менее, если вот мы обратим внимание, то вот некая невидимая рука все равно ведет нас дальше. И каждый из нас ловил себя, я уверен, на ситуациях, где фух, вот еще бы на полсантиметра этот кирпич упал бы мне на голову. Или, а вот мог бы не очнуться и там пойти прямо под автобус. А вот этого не происходит. Я в этом вижу, я в эти ситуации тоже регулярно попадаю. И я в этой ситуации вижу всегда повод сказать спасибо этой невидимой руке, которая вот так вот все чудесно делает, что мы и получаем опыт, и в то же время наша жизнь продолжается. И по мере накопления опыта мы становимся, не все, наверное, но мы становимся все-таки более развитыми, более понимающими, более глубокими, более благодарными людьми. Вот. Это такой вот ода благодарности. Вагнер что-нибудь такое бы написал такое же. Вагнер имеется в виду композитор, если вдруг что. А, боже, вы знаете, а у меня даже другой ассоциации не возникло. Видите? Ну, не знаю. У меня не возникло никакой другой ассоциации. Вот отстала с жизнью. Хорошо. Теперь те тренды, которые существуют. Если мы начнем, знаете, как с высоты птичьего полета оценивать Украину, то мы находимся в очень незавидном положении. С одной стороны, у нас есть действительно хороший потенциал. Этот потенциал, он все еще не исчерпан и все еще не раскрыт. Но, знаете, недавно посмотрел в такую замечательную инфографику количество миллиардеров в разных странах мира. И там, например, Китай. 380, кажется, чем-то. Штаты, я думаю, еще больше. Даже Россия. Украина. Кажется, то ли 6, то ли 8. И вот это очень важная характеристика, потому что, скажем, Израиль, страна с вот такой территорией, вот с таким населением. Пустыня, камни, нет воды. Со всех сторон агрессивные соседи. Понятно, мы можем говорить о том, что вливаются деньги. Понятно, мы можем говорить о том, что постоянно там какие-нибудь внешние силы заинтересованы. Но, знаете, и в нас вливаются деньги, наверное. То есть тут все-таки речь идет о том, о качестве людей, о качестве решений, которые принимают люди, управляющие страной и вот живущие внутри этой страны. Поэтому я считаю, что, конечно, Украина, при сумасшедшем потенциале, который у нас есть, у нас потенциал, ресурсы, у нас много ресурсов, у нас самый главный ресурс наш — это население. Вот как ни крути, все-таки мы, украинцы, интеллектуальное население. Ну, то есть мы склонны к интеллектуальной работе, хотя вот иногда по политическим новостям такого и не скажешь. Но, то есть наш главный ресурс — это люди. Но мы этот ресурс никаким образом не монетизируем. Наоборот, мы заняли такую вот нишу в международном смысле. Мы экспортируем людей, мы экспортируем рабочую силу. В этом смысле напрашивается очень нехорошая ассоциация с прошлым этих же земель, когда мы экспортировали рабов. Но, знаете, времена идут, а вот какие-то такие, наверное, гештальты, они не закрываются. Потому что если раньше это было физическое рабство, там силы угоняли, то сейчас это экономическое рабство. Ну, хорошо, вместо пулеметов, мечей, деньги. Но, по сути-то, это очень схожее явление, что люди не находят себе места вот тут, и вынуждены ехать куда-то на заработки. Итак, тренды, которые есть в Украине. Я предлагаю очень спокойно относиться к фигуре Владимира Зеленского и людей, которые пришли с ним. Мы уже должны признать, что если за первые два года ему ничего не удалось, то за оставшиеся три года ему тоже ничего не удастся. В том смысле, чтобы изменить состояние Украины. Вот это состояние, в котором находится наша страна, оно останется неизменным. То есть радикальным образом имеется в виду, да? Да. То есть, чтобы сдвинуть, у него был действительно шанс, первое, объединить людей. Второе, дать им некую общую идею для того, чтобы, знаете, как вот у евреев есть интересная штука. Я имею в виду у религиозных. У них есть понятие божественного влияния и есть понятие дурное начало. И внутри человека постоянно человек такое существо, что внутри него постоянно борются божественное влияние и дурное начало. И вот суть человека — это выбор, который он делает из момента в момент. И я бы, знаете, описал феномен украинцев как народа в том, что у нас, знаете, у нас очень широкий диапазон от, безусловно, красивых, позитивных качеств до, безусловно, каких-то таких невероятно отвратительных вещей, которые тоже живут внутри нас. Знаете, ну как, это не только наш феномен. Любая нация имеет вот этот диапазон. Евреи, кстати, имеют этот диапазон с избытком, надо признать. Поэтому, но украинцы, насколько мы, я помню украинцев во времена Майдана или во времена каких-то событий, когда началась война, и всем народом собирали деньги на фронт, собирали оборудование. То есть украинцы склонны к любви, к самопожертвованию, к помощи. Действительно, то есть наши люди, когда воодушевлены и имеют достойную цель, высокую, мы очень легко переступаем через личные интересы. Ну, то есть существует вот этот вот огромный заряд позитива. Но когда, как только, то же время, как только украинцы напарываются на некую грустную действительность, где понимают, что их тут использовали, тут обманули, а тут просто их пытаются как бы отвести их внимание от чего-то важного, украинцы переключаются в режим, я бы сказал, такая вот глухая защита. И глухая защита сводится к тому, что каждый начинает преследовать свой интерес. И с этого момента начинаются такие замечательные вполне вещи, как моя хата с краю, будинок за забором, пулемет собака, джип, это ваши проблемы. И вот начинаются вот эти все вещи, полицейский как бизнес, судья как бизнес, ну, понимаете, журналист как бизнес, это явление тоже существует. В общем, все как бизнес, президент как бизнес. И сейчас я вижу так, Владимир Зеленский, вот главная претензия, как по мне, к нему как к президенту, как к человеку, которого выбрали с некими ожиданиями, это то, что он не сумел, не захотел, я думаю, даже в большей мере не захотел реализовать вот эту вот возможность, вот эту вот возможность, назовем это божественное влияние, где ему выдавался уникальный шанс объединить людей и дать им веру к тому, что, друзья, это наша земля, и мы имеем здесь шанс жить достойно. Сейчас эта вера сломлена, то есть это называется качество там вероломный, вот эта вера сломлена, что мы способны на что-то повлиять и мы способны жить в этой стране достойно. И каждый украинец, я думаю, в большинстве своем, особенно избиратели Зеленского, переключились в режим самосохранения, окей, мы все поняли, никаких проблем, большая стройка, коррупция, окей, 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 у вас, парни, у вас свои интересы, мы все поняли, у нас тоже свои интересы. И вот начинается традиционная для Украины история, где вот с теневой экономикой, с личными доходами, с не лезьте ко мне, и я не, вы знаете, и это, конечно же, палка о двух концах, ведь президент может сказать, ну, если вы ведете себя так, то и я, собственно, веду себя так, ну, тут есть, и я бы все-таки встал на сторону украинцев по одной простой причине. Они не шли в президенты, они не давали обещаний, они не просили власть для того, чтобы якобы что-то, а он шел. И это означает, что по определению, если существует двоякая ситуация, где украинцы ведут себя, извините, не самоподобающим образом, и президент ведет не самоподобающим образом, его позиции проигрышны по определению, потому что на него возлагались, на него не только возлагались надежды, ему был выдан ресурс доверия. Вот мы, видите, о каких-то таких нравственных ценностях говорим сегодня. И этот ресурс доверия не был использован. Более того, этот ресурс доверия им, Зеленский и его люди, они злоупотребили. Поэтому я не знаю, что он там... Сейчас мы, конечно, наблюдаем медийные попытки, политические попытки сказать, что да нет, посмотрите, как все замечательно, мы идем в светлое будущее, вот вам паспорт украинца, вот вам новые дороги, вот вам еще что-то. Но за всем этим стоит очень главная, очень большая вещь. Украинцы, как эмоциональная нация, прежде всего, склонные к интеллекту, но все-таки эмоциональная, принимающая решения эмоциональная, она говорит, не-не-не, друг мой, спасибо, не верим. И вот эта вот ситуация с переворотом, это был, конечно же, апофеоз. Это было... Знаете, я никогда не видел столько вот улыбок и вот этих вот... Как тебе переворот? Хорошо, да? О, о. Кстати, ой, пойдешь на переворот? Нет? О, хорошо. То есть, вот как бы вот в этом все. Знаете, это как бабченко, который... которого застрелили. Вот это вот, вот это. Это вот про спецоперацию сейчас Сергей Говорит. Да, да, то есть, когда его типа застрелили и показали фото плавающим в лужи крови или что там было, а потом оказалось, что он жив, люди посмотрели и сказали, ну, ну, хорошо, ну, вроде бы мы поняли, но как бы все, и с тех пор Аркадия Бабченко нет. Ну, как бы как медийная персона, как человека, как личности. Ну, вот точно так же уничтожил себя Порошенко, но мы хотя бы знали, что это за человек. Но насчет Зеленского, признаемся, произошел, конечно, произошло сильное переосмысление, потому что много лет этот человек демонстрировал якобы совершенно противоположный посыл, а потом оказалось, что таки нет, дружище, ты такие вот, точно такой же. А учитывая то, что ты вел себя другим образом, ты же не был Порошенко, да, это про Порошенко мы знали, что это, многие с ним сталкивались, а ты же показывал, что ты богиня-борогиня, ну, вот получи. Теперь ты не богиня-борогиня, а теперь ты, и вот, я думаю, мы в оставшиеся два года услышим много вот этих вот эпитетов о Зеленском, и самое главное, ему будет нечем крыть, ну, вот, ну, вот по большому счету. Если без перегибов, то крыть ему нечем, потому что, ну, в общем, он нарушил вот эту вот грань, приступил. Вот, 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 исходя из этой реальности, конечно, дальше мы можем понимать уже какую-то более грубую материальную материю. Все эти большие стройки, все эти истории, ну, как бы не нужно быть украинцем, чтобы понимать, что потенциально коррупционная история, а если еще и быть украинцем, мы понимаем, что вообще для чего это все делается. Несмотря на то, что нужны и мосты, и дороги, все это нужно, но вообще не в этом же дело. точно так же все эти истории с реформой, от малого до великого, реформа игорного бизнеса, где, да, подолание бурштыновой мафии, где, подолание коронавируса, ужасные вещи, даже не будем нырять туда, ситуации в образовании, в медицине в целом, в коммунальных, куда ни кинь, везде существует, с одной стороны, попытка показать, что друзья, смотрите, сколько позитивов, заносите позитив, позитив в студию, так, так сказать, позитив, позитив, до динамних пор в студии Рината Ахметова была выставка позитива, позитива, потом, вот, побили горшки, и теперь выставка позитива у нас в студии Игоря Коломойского, теперь главный любимый олигарх Зеленского, это Игорь Валерьевич, ну, как бы уже, плюс там немножечко агробароны наши ожили, ну, окей, времена меняются, еще вчера, как это, любимая жена президента, ну, вот, любимый олигарх президента, ну, вот, какая-то такая реальность, все это очень похоже на, знаете, такие, гротеск, какой-то, знаете, такой абсурд, и вроде бы даже весело, на самом деле, вот, поглядешь туда, ну, вот весело, да, там вот этот Трухин, вот это как его отмазывают, или вот этот вот, как наркоман, которому, так он вроде не наркоман, так суд сказал, что анализы плохо взяли, а, так он наркотик, был под наркотиками или не был, суд сказал, что анализы не учитывать, ага, угу, ага, ну, вот, то есть, вроде бы весело, всегда есть о чем поговорить, сейчас вот пугают военным вторжением, вот как вот вторжение, вот как сейчас он как вторгнется, а если не вторгнется, ну, это же было сколько таких ситуаций, ну, уже штук 10, окей, может вторгнется, действительно, где ваши практические действия, где резкое увеличение оборонного заказа, где, извините, переоборудование, где тренировка солдат, где переход армии на профессиональную, я, кстати, вчера посмотрел еще одну карту, Украина, вот весь мир поделен на две части, половина мира, это там, где армия профессиональная, то есть, то, куда нанимают людей, и учат их по желанию, и вторая часть, там, где существует все еще обязательный призыв, ну, то есть, норма, которая была введена несколько веков назад, для того, чтобы укрепить государство, то есть, уже очевидно, старомодная, но выгодная, потому что ты просто силой закона заставляешь людей бросить все, и идти в армию, и одно дело, когда это Израиль, и там дети, со всеми грехами, приходят в армию детьми, и выходят через два года, совершенно взрослыми, тренированными, созревшими людьми, то есть, армия в Израиле, это, я считаю, это не такая школа жизни, это то, куда они идут с охотой, несмотря на действительно существующий риск погибнуть, но туда вложено все, то есть, это не траву красить в зеленый цвет, или чистить картошку, ну, сейчас картошку не чистят, но по большому счету, я, наверное, все-таки, мы недалеко ушли от этого прототипа, то есть, я не вижу, чтобы наши солдаты приходили в армию и выходили оттуда на 10 уровней, апгрейженными, как говорят, как это происходит в Израиле, поэтому, то есть, оно вроде бы весело, но мы и в этом году, и в прошлом году, мы застряли, мы как бы, что происходит, пока мир разгоняется, мир все равно эволюционирует, мир разгоняется, и в странах, где существует простое понимание, что нужно бороться за выживание, существует некое единство, единство мнения, элит, государство, и даже население подтягивается, то есть, под это все подтягивается, потому что мы должны вместе сражаться за наше будущее, мы должны вместе, да, пусть некрасивыми методами, но наше выживание зависит от того, что мы действуем синхронно, в одном направлении, в Украине происходит другое явление, в Украине элиты, заняты зарабатыванием денег, как видим, не сильно успешно, судя по 8 миллиардерам, или по 6, а как бы остальная часть населения брошена себе на произвол, и находится в режиме окей, вы так, а я тогда так, я тогда сам за себя, то есть, мы находим, мы как бы стоим на месте, но по законам физики сила тяготения все равно работает, как только мы остановились, мы все равно падаем вниз, и то есть, если мы не идем вверх, мы в любом случае падаем вниз, и вот это происходит с Украиной, пока страны, другие, другие экономики, неважно, делают усилия для того, чтобы идти вверх, мы не делаем этого усилия, мы как единое целое, то есть, у нас существуют разнонаправленные векторы, но по итогу, этот вектор сводится к тому, что мы стоим на месте, и потом по законам тяжести, по законам тяготения, бах, валимся вниз, и вот это продолжается уже достаточно долго, и в конечном итоге, это плохо закончится, это уже плохо заканчивается, это уже привело к тому, что у нас уже поумирала целая куча того, что должно быть в нормальной экономике, в нормальном государстве, но и мы не сделали и в этом году ничего для того, чтобы сменить эту траекторию, и вот тут мы вспоминаем, что Владимир Зеленский имел шанс объединить всех, создать новые правила для того, чтобы мы из режима самопожирания перешли в режим развития, он этого не сделал, хорошо, мы остаемся в режиме самопоглощения, чем это закончится для нас, я не думаю, что потерей государственности, мы живем какими-то, вы знаете, теми смыслами, где государство стало слабо, и сейчас как придет кто-нибудь с дубиной, заберет, в современном мире не нужно ликвидировать суверенитет, в современном мире выгодно сохранить Украине суверенитет, но оставить ее в таком положении, где мы будем просто заходить кто хочет, бери что хочешь, а вот такие вот Зеленские, они будут просто поддерживать вот эту рыхлую среду, в которой каждый будет получать то, что хочет, зачем нападать на Украину, зачем давать стране импульс снаружи, чтобы она объединилась, собралась, начала расти, зачем, мы не будем на нее нападать, мы ее оставим в покое, она сама себя убивает, ну, слушайте, вы все делаете за нас, зачем, через время вы сами по себе, если вы будете так двигаться, вы сами по себе, произойдет феодальная раздробленность, мы же эту историю знаем, оно само по себе, вы сами себя уничтожите, вы сами попроситесь, вы сами захотите, ну, понимаете, вот когда это против сильного воюют, это на Израиль нападают, против слабого не надо воевать, ему поддержи, дай кредиты, которые разворуются, пусть подогрей, коррумпированный президент, отлично, отлично, собери на него папочку, увидь его финансовые потоки, приди к нему, покажи, и скажи, что ты хочешь, а я хочу вот тут вот нефть на шельфе, окей, все, он скажет, окей, забирай, а эти придут, скажут, а мы вам хотим вертолеты продать, и самолеты, хорошо, закупаем у вас самолеты, ну, зачем, слушайте, это же история Латинской Америки, коррумпированные вожди, президенты, которые наркоторговцы, торговцы людьми, отлично, да, хорошо, мы на тебя имеем досье, мы даем лично тебе обогатиться, за это ты отдаешь нам все, что есть, вот такая вот где-то модель, я не хочу такого будущего Украины, но я понимаю, что ближайшие вот два с половиной года, до выборов президента, мы будем жить именно в этой реальности, и уже эти явления происходят, мы уже закупили вертолеты, мы покупаем сейчас вот поезда-локомотивы, мы, что мы там еще у кого, ну, в общем, что-то мы вечно у кого-нибудь покупаем, мы вместо того, чтобы строить свою оружейную базу, мы покупаем оружие там, 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 окей, скажут, под каждое решение, знаете, нет более продажной девки, чем интеллект, потому что он всегда придумает объяснялку достойную, вот то, чтобы сделать какие-то вещи, да, убил, да, убил, но в виде самообороны, украл, не украл, а он подлец, и я забрал то, что он не заслужил, распиливаю на дорогах, нет, не распиливаю на дорогах, это говорит Путин, потому что это его задача расшатать Украину, ну, понимаете, везде есть тонкая грань, если разбираться по сути, может и Путин, но, как бы, я себе слава представляю, что Путин, Лукашенко, кто-нибудь там еще сидит и целый день, и ночь думает, так, а как бы нам еще расшатать Украину, а давайте мы еще вот коррупцию в архитектурной инспекции сделаем, вот пусть они, как сейчас, как расшатаем Украину, или, а пусть менты крушают наркоторговлю в Украине, давайте, как сложно это сделать, Владимир Владимирович, вы знаете, они же такие люди, они говорят, нет, мы никогда не позволим, чтобы детям в школах продавали наркотики, но вы постарайтесь, внедрите агентов, чтобы они, вот, кого надо, убейте в ментов, а не какие, вот честных убивайте, а вот ставьте нечестных, потом, ну, понимаете, я, то есть, российская угроза, она существует, но то, как она внедряется, я думаю, это совершенно другие вещи, и российское лобби, истинное, оно в Украине себя чувствует замечательно, и оно вообще не там, и не хочу рассуждать, где, но, как бы случалось видеть, то там, 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 просто это приняло некие другие формы, а то, что, например, сидят парни на нефтегазе, и они уже много лет не пускают к себе проверку, вы представьте себе, самая большая компания Украины, самая большая, огромная, гигантская, они не пускают к себе проверяющих от государства, то есть, есть государство, государственное, бывшее контрольное ревизионное управление, оно уже много лет не может попасть внутрь, оно не может взять документы, что называется КРУ, да, оно не может взять документы, посмотрите, что у вас в контрактах, друзья, как так получается, что вы берете из трубы русский газ, а оформляете его, как будто он дошел до туда, вышел за территорию Украины, потом вы его там купили и зашел обратно, но вы же его тут берете, ну, это же, это же уже, ну, сто раз доказано, так получается, вы его физически берете здесь, а вот тут по документам финансово пропускаете и накидываете на цену газа, сколько там, ну, эту логистику, да, да, вы накидываете, условно говоря, сколько, плюс 50 долларов на тысячу кубов, плюс 100, плюс сколько, непонятно сколько, то есть потенциально они могут зарабатывать там миллиарды долларов, я бы на месте витринка, Коболева, я бы даже зарплату не получал, потому что возможность просто вот на этом, на этом механизме зарабатывает сумасшедшая, и за небольшую сумму я нанимаю в федерацию каких-то там профсоюзов нефтяных, журналистов нанимаю, создаю издания, бигборды покупаю, и на них пишут, ой, я к Кремлю печею, я к Украине не купую, вы же берете русский газ, Кремлю не печею, он построил северный поток, и вы берете его газ, Кремлю там ничего не пече, это нам пече, потому что вы нам повысили тарифы на газ для населения 8 раз, и ваша задача сейчас брать газ и продавать населению, снимать по рыночным ценам, вот кому пече, украинцам пече, ну, в общем, это такие, вот знаете, и вот такая украинская действительность, она соткана из вот таких вот, это такое лоскутное одеяло, где каждый отделил себе кусок реальности, прокурор района отделил себе кусок реальности и забрал себе песочный карьер, моет незаконный песок, судья отделил себе кусок реальности и принимает решение, обо котором в другой области рейдерские захваты предприятия происходят, министр юстиции, который год не поборет так называемых черных регистраторов, которые переписывают квартиры стариков на других людей, и вот, и так куда ни копни, от верха до низа, то есть просто наверху там большая стройка и объемы финансирования, там сколько уже, 150 миллиардов в год будет скоро, если мы предположим, если мы поверим, существует оценка, что откат на большой стройке примерно 30%, если мы берем 150 миллиардов и считаем от них 30%, мы получаем, ну вот, где-то 45-50 миллиардов, это, извините, больше тысячи евро, больше миллиарда евро в год, ну, окей, пусть там не миллиард, пусть 800 миллионов, а может быть и миллиард 300, мы не знаем, проверить некому, прокуратура своя людина, МВД своя людина, НАБУ очень своя людина, вы видите какие-то заявления от НАБУ? Нет, то есть они вот эту обещанную функцию ловить за руку они не выполняют, или я рискну предположить, они ее выполняют, но с другой целью, знаете, как это бывает, мы вычислили схему и у нас есть два пути, первое, пойти с ней в суд, прокурору потом в суд и посадить человека, наказать и вернуть деньги, первый путь, а второй путь мы показываем, вызываем этого человека к себе, говорим, смотри, твоя схема, моя, что будем делать? В суд хочешь? Не хочу. Что будем делать? А что можем сделать? Ну, давай так, вот, и вот с этого момента начинается украинская действительность. Я думаю, кстати, общемировая действительность, но, но в Украине она особенно близка. Какая-то активность как бизнес. Близка нашему сердцу. Вот то, о чем вы говорите. Да, то есть у нас главный, сейчас самый доходный бизнес, это занимать высокую должность в государстве. Неважно, если ты министр здравоохранения, ты на торговле лекарствами и органами. Если ты глава миграционной службы, ты занимаешься вот этими парнями, которые работают в Киеве в такси. Если ты, ну, мы можем продолжать, если ты министр обороны, ты занимаешься продажей земли под военными городками, в том числе. я не говорю, что только это, но в том числе, если ты прокурор, понятно, если ты судья, понятно, если ты президент, ну, получается, что тоже понятно. Вот это, это вот наши тренды, с которыми мы будем жить еще два года, и эти тренды каждый использует по-своему. Я не думаю, я думаю, знаете, почему на Майдан каждый раз приходит новое поколение, почему Майдан не происходит, пока не вырастет новое поколение, потому что каждое поколение, приходящее на Майдан, оно верит, что оно что-то способно изменить. Ведь Майдан, мы же понимаем, живя изнутри, что это все не апельсинки, не печеньки, что туда люди приходят в большинстве своем, искренне верящие в то, что вот сейчас мы скажем нет и вот резко что-то изменим. А почему же тогда оно не получается ни после первого, ни после второго, вот почему же так получается? А потом наступает суровая реальность, вот такие вот Зеленские или вот такое большое расчарование, как Ющенко, и мы говорим, окей, все, поняли. И вот то население, тот пласт населения, который ходил на первый Майдан, потом на второй Майдан, а вы в нас еще и стреляете. Они говорят, не-не-не, все, мы все поняли. больше в эти игры не играем. И третий Майдан произойдет не раньше, чем вырастет новое поколение детей, верящих в то, что они способны сейчас что-то изменить, верящих в эти идеалы. Потом, понятное дело, кто-нибудь захочет качнуть эту тему, созреет условия. Ага, опять каких-нибудь детей попробуют подцепить. Очень хочу, чтобы наши дети имели вот эту секретную таблетку противоядия, где они выросли, и на любые попытки их качнуть, они начинают не идти на Майдан и стоять за кого-то, а задавать вопросы неудобные. А, простите, вы кто? А вы зачем это хотите? А почему нельзя другим путем? Вот. Это мое такое вот родительское отношение к детям. Это все по поводу трендов. Тренды. Я пока не вижу, исходя из трендов, я не вижу никакого шанса, что это изменится. Слишком тяжелые, слишком вязкие тренды. Слишком те люди, которые теоретически говорят, что мы сейчас все изменим, слишком они тоже уже внутри этой системы. То есть тренды. Но я напоминаю о том, что реальность, она скорее всего формируется по другому принципу. То есть есть тренды, это всего лишь треть происходящего, другая треть происходящего, это то, чего мы не можем предсказать, и мы не можем узнать. Если бы вот этого не было, то ничего, мы были бы безнадежны. А так каждый раз у нас появляются новые возможности, новые возможности, новые возможности. То есть тот, кто создает этот мир, он неистащим в своей фантазии, слава Богу. И третье, это вот счастливый случай, поэтому, если подытожить, двое против одного, какие бы тренды ни были в Украине, все равно у нас остается научно обоснованная надежда и вера в то, что все в любую секунду может измениться к лучшему. Вот дальше, а дальше все вопрос тех решений, которые принимают конкретные люди в конкретный момент. Вот, Сергей, очень хорошо, я бы хотела вас все равно попросить помечтать немножко, потому что тема хорошая. Вы вот первый, кто заговорил о том, что можем помечтать. Вот, если помечтать, то что бы вам хотелось, чтобы было в следующем году? интересно так. Ну, помечтать-то можно. Знаете, я заметил одну такую штуку, после каждого Майдана, несмотря на чудовищное, просто чудовищное разочарование людей, происходило другое явление. Каждый Майдан, видимо, в силу вот этого огромного энергетического всплеска, он давал сумасшедшую такую поросль нового. Если помните, после первого Майдана у нас произошла перестройка экономики. Вот несколько лет мы жили буквально, как вот, нас называли молодым тигром европейским. После второго Майдана появилось целое течение людей, ну, там, это синтетическое явление, частично хипстеры, частично люди нового бизнес-поколения, но, в общем, произошло новое. И я помечтал бы о больших вот таких вот энергетичных процессах. Не хочу войны, не хочу Майдана, никакого кровоправления, но пусть хочется в хорошем смысле помечтать, чтобы нашу страну тряхнуло в хорошем смысле. И наступили такие события, где появился бы шанс на знаете, на то, что из ниоткуда, оно же из пустоты появляется, из ниоткуда вдруг возникает новое качество. То есть проснуться. Да, проснуться, да. Такое вот вспоминание, что произошло. Очень мечтаю, чтобы это прошло мягко, с любовью к людям, живущим в этой стране. Но любовь, она подразумевает все-таки настойчивость и такую твердость. Вот такая вот мечта. При этом я каждому из нас желаю, чтобы мы каждый день, просыпаясь, чувствовали, что мы все лучше, все красивее, все легче живем, чтобы все это было, в общем, что все было, слава Богу. А это уже пожелание с наступающим Новым годом? Потому что рядом с вами уже стоит бокал шампанского, я подумала, вдруг вы захотите, прямо обращаясь к зрителям, чего-нибудь им хорошего пожелать. Я произнес перед этим такое обоснование, почему я желаю стране потрясений. Я желаю стране нашей Украине, я желаю хороших потрясений. Хороших потрясений, как, например, промышленная революция, это хорошее потрясение, или научная революция, или всплеск талантов, ну, появление талантов, каких-то ярких людей, ярких событий. Вот я желаю Украине в новом году, в 2022, три двойки, прикольно, и бублик посередине настоящего момента. в общем, желаю Украине в 2022 году, чтобы этот год стал переломным в тренде, чтобы мы закончили падать, и в следующем году начали рост, и чтобы этот рост никогда не заканчивался, чтобы мы со следующего года шли только вверх. Каждая из нас, и вся страна в целом. Вот. Вот такое пожелание. Сергей, спасибо вам огромное. Сергей Лямец был сегодня у нас в студии, за что мы ему страшно благодарны. Спасибо большое еще раз. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон, простите, нашему другу и партнеру медицинскому центру Призма, и нашему спонсору торговой марки Гейтман. Оставайтесь, мы продолжаем наши прямые эфиры.